и всем привет с вами дизерамас мы продолжаем пытаться проходить alone in the dark the new nightmare мы спускаемся не весь куда у нас сохранение так что такое не дает долго не осмотреть это колес фонарик за и глину ничего на толку от этого места нам пока что и особо не знаю уже разве что медали у нас хранение подобрать что хорошо тут хлеба сохранение дает вроде пока что при прилично конечно может быть я потом все потрачу и к концу игры мне придется сохраняться раз 10 часов ангелизма ровно сочная не открывается конечно же и опять все напутал как так непонятно человек меня всем пофигевали ничего нет 13 января 1963 года сегодня мне 10 лет и мама упала с лошади она говорит что видела больше большое чудище но выпрыгнул перед ней все там встал на дыбы папа вызову врача с континента говорит что мама больше никогда не сможет не ходить не видеть интересно как это будет слепым я пытаюсь открывать глаза но это не так я знаю что смогу открыть их снова я же к джерену придумал новую машину она не похожа на остальные она ничего не производит но она смешная с помощью может сделать движущиеся фотографии он опять говорит мне никогда не подходить к вратам я сказал что ей опыт нашли их когда играли в развалины крепости он по-настоящему рассердился не знаю что дедушка джереми может их открыть может быть когда-нибудь он покажет мне 21 июня 1973 года сегодня утром убил дедушек джереми дед не очень-то горели дедушка так не рассказал как врата и говорит что если бы мое желание было подлинным я бы сам нашу разгадку отец запретено приближаться к крепости он даже изменил код замка к вороту на мосту если бы он только знал я уверен отец боится монстра он трус он не верит в оружие которое создало дедушек джереми он сказал что мы уедем с острова и заживем нормальной жизнью думаю мама с ним согласна но я хочу жить только тут человечество отталкивает меня своей банальностью у них такие грубые предрассудки или такие самовлюбленные дедушка оставил мне письмо и половинку нашей фотографии напротив ворот я не помню когда он сделал этот снимок на врат стране написан номер что мне с ним делать это не код приборной доски в библиотеке я знаю что когда-нибудь я войду в мир тьмы когда никто и мне не скажет что мне может делать а чего нельзя что хорошо что плохо это великий день моя лаборатория почти готова она просто необходима для нового этапа моих исследований опыт в ужасе на что может понимать это жалкое подобие человека повелитель тьмы со мной обнаружив в подниманной галереи которая ведет с куннелью храма в каждом приношении я нашел другой способ добраться до ворот это что мне не нужно больше будет искать пароход который порадовал дедушек джереми а затем забаррикадировал мой идиот-отец быстрее бы получить эти переводы я уже не могу ждать надеюсь что этот шоу начнется нового сказать не как все вести я не понимал этого индейцы и даже почему-то его высоко ценил я знаю что он в другую сторону тени потому когда придет время он делать все чтобы потерпел неудачи я знаю что придет время я его нейтрализую его тоже 2 марта 95 года только что перечитал несколько страниц в своей записи понял как я был прав все это время отцу не нужно было остановиться между нами и нашей судьбой но в конце концов оказался намного полезнее чем сам мог предположить недалеко продвинулся в переводах табличек когда на мной открывается новый мир меня не много беспокоит что опыт извлекает выгоду из моих достижений чтобы добыть славу в высшем обществе однажды мой брат найдет себе жену и зайдет детей что потом он вернется на остров тени чтобы встретить свою судьбу я не могу позволить себе такую роскошь просто потратить столько времени мы живем в огромной опасности ну и что больше века может мы жили в опасности мы переручили ее и научились укращать опыт савливый трус как и все остальные дедушка джерми оставил несколько подсказок все равно я не понимаю почему он не открыл секрет ворота без сомнения он думал что я этого не достоин и все еще необходимы некоторые материалы те что я использовал в начальных экспериментах уже начали гнить и не поможет даже раствор формалина бурь бывает очень редко робот встретился человеком который может помочь мне решить вопросы с поставками после последнего опыта я далеко продвинулся ох отец я никогда не поверил что однажды ты настолько приблизишься к божеству идеальное соединение в моих руках 2 июля 2000 года тщательно изучив дела опыта нашел прямой доказательство тому что он предал не только меня и всю династию мортона всему которым послал лэмп не оставляет сомнений больше сырья наверное на этот раз свежего так чтобы все это значило здесь услышали в подземелье у кого от него две монументальные статуи так лет а эту каратичу убил так может быть ключ от этой штуки статую иди в леса мне теперь ходить по всем дверям тыкать этим ключиком почему тут нет возможности нормально самому все чтобы от нажати кнопки сразу активировалась непонятно так давайте всегда зайдем вон все что здесь упустил ах ты ж хорош гады легче свет это вы боитесь свету да да и дети твою этим бояться светом тут там афора заполнена водой ну м иди в лес ты идиот кусочек а а нет мне показалось что там как его зовут то двери нет но тут почему то закрыты двери иногда не отображаются вне помещения как так а точнее жить шатал так дверь заперта эта дверь заперта эллин я на связи как и тут дела я встретил человека по имени и дэн шоу он знает больше чем говорит сказал что не видел фиска моего друга о котором я тебе рассказывал и что это значит одно из двух либо он говорит правду и джонсон со своими парнями полные мерзавцы либо он врёт и тогда он еще один подозреваемый а что если фиск был здесь но решил не выдавать себя что если он просто прятался нет это на него не похоже я знаю как действует фиск он бы наверняка начал задавать вопросы что ты имеешь ввиду монстры твари все такое но фиск умер от пулевого ранения в сердце ага понимаю хотя нет не совсем я поищу обода мордона у него должны быть ответы я уже начинаю думать иначе сколько тут вообще диалогов различных просто обладать можно о точно вот эту дверь надо проверять может быть от нее все таки ключ конечно жутко приятно что нельзя вот так подойти к двери тыкнуться в нее и ключ автоматически используется вот разве ты вот куда проработание на мой взгляд тут каждый раз в меню залезать и тыкать ключом в дверь как то это не то а ну в принципе да на чердаке тоже была какая то дверь на фонарик включаем у меня даже гранатомер есть ну почему оружие конечно здесь немножко странное двуствольный пистолет трехствольный дробовик еще бы десятиствольный пулемет придумали ну вообще забавно о ну наконец то а вот эта тварь боится света так мужики разошлись так как так то свет есть вообще где нет так понятно ничего нет а тут но что что то есть м не работает так я зажигал кнопку использовать нет нет не могу как так нет 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 Что такое? О, где коровки патронов? Ах ты гад! Как так? Да сдохните! Жесть! Свеча! Эй, 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 ага. Здесь в перегрузке дует с вами ветерок. Ага. И это мы с вами... Замечательно. Ящика с ловными вещами. Валите же от меня. Жесть. Ты вернулся. Вернулся? О ком это вы? Но... Кто ты? Меня зовут Карнби. Эдвард Карнби. Я пришел, чтобы помочь вам. Не лги мне. Тобою движут другие цели. Ты пришел в той юной леди? Эллин? Вам известно, где она? О, скорее всего она уже мертва. Поймите, мистер Карнби. Из всех людей, ступивших на землю этого острова, лишь немногим удалось спастись. Обыд сказал, что он разговаривал с каким-то человеком. По-моему, это было на прошлой неделе. Обыд уверял, что этот человек нам поможет. Обыд всегда был таким доверчивым. Этого мужчину звали Фиск? Чарльз Фиск? Ох... Разве на острове тени можно быть уверенным хоть в чем-то? Я знаю, что ты хочешь причинить зло моим сыновьям. Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Ступай в библиотеку и сашки там все дотла. Пусть пламя очистит это проклятое место. А как же вы? Я и так уже мертва! Убирайся! Да, очень дружелюбно. Так, да, Олберт Лортон? А, этого мы с вами читали. Так же, все давно остановились. Здесь ничего есть, а здесь ничего нет. А здесь? Здесь тоже ничего нет. Ну да, вот. Даже эта печка жалеет о том, что оказалось здесь. Круто. Чего что? Так. Угу. Где тут, да, должен быть выключить свет, по-моему? В том коридоре. Отлично. Минус. Как говорится, минус демона. А, это выглядит свет светится. Дверь заперта. У нас есть? У нас не есть. У нас не есть какой-то ключ. Так, эта дверь не работает. Так, эта дверь не работает. Я сейчас сломанными вещами. Ну, это мы выбили дверь здесь сюда. Зачиниться с этим дверь. Ну, проход, в общем, мы выбили сюда. Как здесь стоит? А. Элин. не отвечает так здесь ничего нет так ну ладно давайте все таки в ту сторону а почему звук открытия двери если двери нет непонятно это не работает а это та же дверь она просто почему-то забилось либо там изнутри ага погоди тебя видят маленький ключик видят малый красный ключ так дверь замурована где закрытая дверь нет закрытая дверь давайте обратно туда сходим сразу вот эту дверь проверим просто например ключа использование точнее тут 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 у меня два ключа шума и сразу зажим опять винтовая лестница что же за люди и здрасте здрасте жесть и лин да я все никак не пойму какую роль во всем этом играет Оубед Мортон. По-моему, здесь всеми делами заправляет его брат. Его брат? Алан, брат-близнец Оубеда. Так вот оно что. Мне кажется, что Алан Мортон... Ой, как бы он лучше выразиться, одержим дьяволом. Да, это как раз про него. Я узнала, что он убил своего отца Говарда и использовал его в качестве подопытного в своих экспериментах. Он чудовище. Элин, ты что-то недоговариваешь. Я думаю, мне кажется, что Алан Мортон своего рода доктор Моро. Он манипулирует генетикой, но работает не с животными, а с тварями тьмы. Это многое объясняет. Элин, мы должны остановить его. Карнби, я же в этом ничего не смыслю. Я совру, если скажу, что контролирую ситуацию. Но ничего, не унывай. Мм, замечательно. Вот лекарство, конечно, здесь напряженно дают. Сказал я, и получил еще одно лекарство. Ну, в любом случае, их напряженно дают. А, ржейный фолк. Пустая. Ружей должно было хватить на целый гарнизон. Ну, верните мне свой совет. Охренели, что ли? Как так? Ну, эта штука не открывается, ладно. Ее дело. А что, тоже не открывается. Странный, по-моему, на проектор. Кто же забрел все эти машины? Ну, это дневник. Теперь 17 человек-призрак стал реальным. Все эти годы, сквозь которые я шел на ощупь. Столько ошибок допущено. Сколько окольных путей пройдено. Но сегодня. Сегодня мне открылась истина. Отец. Сегодня, когда жил вновь, застроилась жизнь. Отец, ты мой первый венец. Мое первое детище. Клетки существуют из тьмы. Не содержат ДНК, как таковой. Зато в них присутствует кристаллическое образование. С удивительно фотосуществительными признаками. Все выглядит так, будто эти существа не рожают потомство, а размножаются подобным бактериям. Я пока что не определю факторы, влияющие на их размножение. Однако, совершенно очевидно, что пройдет в ворота. И смогу узнать очень многое. В своей основе истина предельно прост. Но я пока что не овладел им досконально. Сначала необходимо извлечь нескольких миллиграммов кристаллического образования. Наиболее повторяющие образцы которого скапливаются в том месте, где должен находиться череп. Ведь существа не имеют ни скелета, ни интересной оболочки, ни крови. Структура больше походит на некий минерал. Можно образом сказать, что это минерал, имитирующий живое существо. Сразу после извлечения кристаллическое образование вводится в кровеносную систему мертвого или живого человека. Я уверен, что смогу усовершенствовать процедуру. С помощью смешивания кристаллических образований, разу сейчас я добьюсь более стабильных результатов. Пересчитав только, что мной написано, я должен согласиться, что сейчас мои методы опахивают средневековой медициной. Тем не менее, все это плоды моей работы. Мир тени открывает мне свои тайны. Мне понадобятся новые тела. Собирать провести больше экспериментов. О, вот, обеспечить меня сырьем. Похоже, у его друзей на континенте еще меньше угрозений совести, чем у меня. А, замечательно. Ну, замечательно ли? Вот это уже непонятно. Так, будем все-таки иногда их убивать. Это же жесть. Так, сначала приближусь по коридору, поищем выключатель. Да. Кстати. Ключ закрыт. В общем, дверь закрыт. Ключ-то вроде не закрыт. Бюст Ричарда Мортона. Пустой шкафчик. Ну, это что? Да, дверь не работающая. А, что за дверь? Так, а если я приду и ушатаю тебя? Ах ты гад. Дверь замурована, не работает. Дверь заперта. Дверь заперта. Дверь заперта. Чё это так размножается-то? А, это что за место? Ээээ, нет, здесь. Старая картина соображения молодой пары, держащейся за руки. На Старе Мортона было немного места для... Было немного места и для счастья. Почему нельзя как-то открыть эти двери? Да что за хреновина? Там что-то лежит, но я не могу... Я вообще даже не знаю, попадаю я по этой хрени или нет. Вот, она по мне попадает, это очевидно. А, ладно. А, давайте пока свалим отсюда. Деньги меня сейчас выпустят отсюда, значит. С ним не обязательно прямо сейчас сражаться. Так, куда мне дальше-то можно пойти? Угу. На этом этаже я везде был. На этом этаже ничего нет вроде. А, на первый этаж. Ну, на первый этаж можно сходить, пощупать вот ту дверь, ну, ключом. Вот эту вот дверь. А, на второй этаж кабинет. Ага, значит, мне явно не туда, а вот сюда куда-то. Как там пройти? Ага, это надо идти... Дверь напротив выхода. Ну, все же иногда, может быть, написано. А вот это второй этаж, да? Ты похож на кабинет второго этажа? Это не похоже на кабинет второго этажа, понятно. Ммм... Где тогда? Ну, ладно, тут еще в этом коридоре две двери есть. И не в этом. Или в этом. По-моему, в нем... Будет вот здесь, вот с этого края. Нет. Так, возвращаемся в главный зал. Легче сваливаем отсюда. Валим, 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 валим. Дегрепи положим сюда. Здесь у нас... Здесь у нас есть какой-то спуск, но в нем, по-моему, еще не было. И это явно не тянет на второй этаж. Хотя, может, кто знает. Я точно не из тех, кто хоть что-то понимает. А, да, здесь закрытая дверь. Это вообще непонятно. А куда тогда идти? Это еще более непонятно. Нет, можно, конечно, еще в ту сторону пойти. А нет, не здесь. Не в эту сторону, а где она там будет. Что у меня еще есть за предметы? Зажигалка с гравировкой. Второй этаж. Кабинет. Что-то от второго этажа от него что-то помогает. А, это в этом коридоре дверь. Уходится. Иди отсюда. Так. Так, ну это это будет. Так, ну нам что-то остается только... Это от этого хрень забить? А-а-а. Посмотрите-ка. Действительно. Истолет-ракетница. Три коробки фосфорных подказ. Три коробки, круто. Амулет. Красота. А, ну зачем не сюда? Непонятно. Что здесь вообще нужно? Может где-то здесь от чего-то ключ. Хотя это не совсем кабинет, по-моему. Здесь я взял пистолет-ракетницу. Следует запуск сединенных ракет. Следует запуск сединенных ракет. Точное попадание может оказаться мощным и эффективным оружием. Генетомет. Просто убийственное оружие. Двухствольный обрез. Мощное самодельное оружие. Мой старый добрый двухствольный пистолет с двумя барабанами. Застреливает по две пули. Отвалов уже нет. Что изменилось от того, что я там понабрал чего-то, мне вообще непонятно, честно говоря. Стоп. В самом конце коридора есть дверь. Иди в лес, а. Че каркати такая летучая? Охренел совсем? Так, ты... Это не коридор второго этажа. Чей не кабинет второго этажа. Пришли сеть. Идите в лес, мужики. Идите в лес, а. Так. А тут дальше еще есть что-то? А, стоп. Вниз. Я вниз не ходил еще. Вверх-то я ходил, а сверху-то я пришел. Тут же еще вниз есть. Как же я мог забыть? Ага. Так, я только не помню, это иф. А, видимо, я включил свет. Все-таки чуть-чуть посветлее вроде стало. Ты отвалит от меня. Да отстаньте вы от меня. Жесть. Вы открыли дверь. Ага. Ну и что это дает? А ровно что-то ничего. И ясности происходящие это не приносит. Что я не знаю, зачем мне не сюда можно было идти. Вообще не представляю. Вот честно. Ну ладно. Давайте вернемся наверх. Я не помню, что это там наверху. Может быть там я что-то упустил. Так, фонарь. Так, фонарь. А тут были тени. Но у этой бабушки тут ничего нет. Кроме всеобщей ненависти и вселенской озолобленности. Так. Здесь хреновый потолка больше, надеюсь, не падает. Так. Тут две двери замурованных и две двери работающих. А тут? Я помню, с этим помещением помню, что-то должно быть связано. Ну как так? Идите в лес, а? Тут где-то надо выключатель найти. Что ж вы делаете-то хреновина такие? А ну, свалите отсюда. Коробка под патронов. Да что ж вы делаете? Мне там, по-моему, плевать на мой дробовик. А нет, их можно, видимо, шатать. Ну. Шатать, это и не самая лучшая идея против них. Вот я помню, с этим помещением, что-то было связано. Только вот я не помню, у кого есть персонажей. Так, все, ходим, аккуратно все осматриваем. То ли каким-то хитрым, мудрым способом надо свет включить. То ли еще что-то использовать. То ли вообще в шкаф залезть. Ну не, в шкаф он не залезает. Не было бы странно, если бы он залезал в шкаф. Зажигалка не зажигает. Я вот не представляю, что тут еще, куда нам надо идти. Поэтому давайте на этом мы будем заканчивать. Я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Следующих видео. До новых встреч.